приветствую вас любители творчества и опять новое кашпо сделала это кашпо давным-давно но уже разонравилась и решила преобразовать его понадобится пенопласт и необходимо для той формы что я продумала пенопласту придать ну небольшую форму поэтому убираю все что мне не нужно подготавливаю все детали и остается только наклеить чем буду наклеивать смотрите дальше главное все подготовить вовремя если смотрите видео знаете что у меня много осталось материала после ремонта и конечно гипса много ну а один гипс не поможет поэтому смешиваю с цементом и наклеиваю по всему горшку если получились детали меньшей высоты ничего страшного подкладываю кусочки и так получился вот такой объемный горшок все наклеила но для того чтобы хорошо подсохла необходимо завязать и сушить на солнце все промежутки заполнила кусочками пенопласта и теперь остается только закрепить тканью очень люблю раствор цемент и ткань в начале необходимо все проверить как будет ложиться ну а потом замочить ткань в растворе цемента и выложить на изделие мне очень нравится мастерить идеи приходят во время самого творчества попробуйте это всегда занимает это всегда отвлекает ну в общем за разговором показываю что использую старую ветошь хорошо идут под одеяльники простыни но по моему замыслу не должно быть много морщин поэтому стараюсь разгладить чтобы ткань легла сравнительно ровно все обклеила тканью и теперь необходимо дать просохнуть от этого зависит стойкость изделия иногда сохнет два три дня четыре дня но пока не высохнет следующий слой не стоит наносить ну а теперь декорирование и в этот раз пришла вот такая идея немного цементного раствора накладываю и закручиваю розочки но видите еще и даю такие штришочки по всей поверхности горшка главное накрутить эти розочки даже дальше не знала как я буду но приходят мысли и руки начинают делать здесь мозг совершенно не работает можно думать о чем угодно руки делают чудеса крутить розочки тоже было довольно интересно потому что не всегда получалось ну и цемент же не так быстро застывает поэтому можно будет в любом случае подправить убрать что-то ну вот розочки накручены следующий шаг наклеить ножки ножки обязательно наклеивать так как будет находиться во дворе дождь и не надо чтобы изделие портилось следующий этап наношу густой раствор цемента это закрепляющий слой я нигде не училась что приходит на ум то и делаю вроде бы даже руки сами делают то о чем я даже не задумывалась в общем все изделие покрыть и опять дать хорошенечко просохнуть и уже на сухую поверхность необходимо выложить грунтовку методом пробрызгивания ну а потом после просушки опять покраска опять пришла идея белые розочки и розовые розочки использую колер и добиваюсь той окраски которую хотелось бы видеть на этом изделие уже остается не так все сложно просто покрасить но очень важно использовать для акриловой краски для этого колера клей pva обязательно он не дает краски размазываться ну а теперь общий фон салатовый какой еще можно было сюда придумать чтобы оттенить эти розочки и опять даем просыхать что дальше если не надоел мой рассказ смотрите если оставить просто салатовый цвет но будет немножко простовато поэтому решила оттенить темно салатовыми вкраплениями чтобы эта поверхность не было ровной и использую опять колер но делаю более темную окраску и опять таки применяю клей pva а дальше розочки ну если просто белое пятно некрасиво поэтому решила как бы лепесткам придать такой оконченный слегка розоватый цвет но и красные розы я тоже не могла оставить ярко красными ярко розовыми поэтому дала им тоже такой белый налет это акриловая краска белая опять-таки с клеем pva и немножечко оттеняю розочки не стала делать листочки это слишком было бы уже детально а мне все нравится делать быстро полное просыхание и акриловый лак можно один слой можно два я всегда использую качественный акриловый лак ну хочется чтобы изделие простояла намного дольше не забываем про нижнюю часть также обрабатываем лаком и отверстия дренажные должны быть обязательно кашпо готово жду ваших откликов понравилось не понравилось захотелось бы вам сделать такое повторяться мне не нравится поэтому каждый раз придумываю что-то новенькое всего доброго с вами екатерина